Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Здесь сказано, «Ибо Слово Божие оживо и действенно и острее всякого меча обоюдоострова». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Я люблю Слово Божие, но оно не мой идол. Я не поклоняюсь Библии. Это не объект нашего поклонения. Это инструмент, данный нам Богом. Я верю, что это богодухновенное Слово. Автор послания пишет, что Слово Божие живо и действенно. Оно способно разделять так, как не под силу самому острому мечу. Оно может разделить ваш дух и душу. Душа — это разум, воля и эмоции. Ваш дух — это вечная составляющая, созданная по образу Бога. Слово Божие может помочь вам разобраться, где ваши мысли и эмоции, а где вечные цели Бога. Это очень важный инструмент. Правда? Написано, что Слово судит помышления и намерения сердечные. Одна из самых сложных задач — это точно определить состояние вашего сердца. Дайте вам немного прав и свобод, и вы убедите себя в чем угодно, верно? Писание вам поможет. Это важный инструмент. Прочтем, что пишет Петр в своем первом послании, первой главе. «Возрожденный не от тленного семени, но от нетленного. От Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Петр называет Писание «живым и пребывающим вовек». Хочу призвать вас систематически, ежедневно проводить время со Словом Божиим. Сегодня во многих странах бытует мнение, что Библия устарела, что это слишком древняя книга о давно устаревших ценностях и мировоззрении. Многие считают, что нужно быть более просвещенными. Они говорят, если вы интеллигентны, вращаетесь в научных кругах, у вас развит интеллект, и вы продвинуты мыслите. Библия непременно поставит вам жесткие рамки и ограничит вас. Я другого мнения. Я верю автору послания евреям. Слово «живо». Оно поможет вам отличить эгоистичные наклонности от вечных ценностей. Оно поможет понять состояние вашего сердца. Оно даст вам откровение о всемогущем Боге, Творце неба и земли. Я не только не согласен, что Библия устарела. Я уверен, что это самая выдающаяся книга, данная человечеством. Я призываю вас не извиняться за то, что вы в нее верите, и посвящать время ее чтению. Я бы сделал ее основанием в своей жизни и смотрел бы на мир через призму ее принципов. Я так и делаю. Не извиняйтесь за то, что вы верите Библии. Бутие, Исход, Левит, Число и Второзаконие называют книгами Моисея. Традиционно считается, что их автор Моисея, но он не оставил нам рукописи. У нас нет подтверждений того, что именно он написал эти книги. В книгах Моисея есть две важные темы. Они задают тон всей остальной Библии. Во-первых, это тема освобождения. Это история того, как рабы обрели свободу. К концу книги Бытия Иосиф переехал в Египет и получил отличную работу. Работа была настолько хорошей, что вся его семья решила переехать в Египет и обосноваться там. На этом Бытие заканчивается. Фараон так благоволил к Иосифу, что к нему присоединилось все его семейство. Это нетипичная семья, но тем не менее, книга Исход начинается с рассказа о том, что семья Иосифа уже сотни лет живет в Египте и процветает. Она настолько умножилась, что стала очень разнообразным сообществом. Потомков Абраама, Исаака и Якова было уже несколько сотен тысяч. Книга Исход начинается со слов «Восстал новый царь, который не знал Иосифа». Этот фараон не помнил, какую должность занимал Иосиф. Его пугала многочисленность этого еврейского народа. Поэтому евреев поработили. Сотни лет они были рабами в Египте, не надеясь обрести свободу. Они пришли в Египет как семья. Они не были народом со своим флагом, конституцией или армией. Они не отправляли свою команду на Олимпийские игры. Это была одна семья, которая жила и процветала, но вскоре попала в рабство. Спустя сотни лет люди потеряли надежду на свободу. За них некому было заступиться. Кроме в третьей главе книги Исход Бог призывает египтянина. Он был рожден среди рабов, но вырос во дворце фараона. Он говорил, как египтянин, ел пищу египтян, знал их богов и отмечал их праздники, пока не убил египтянина и не пустился в бегство. Звали его Мессией. Бог сказал, я использую этого человека. Исход третья глава, седьмой стих. И сказал Господь. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. Иду избавиться его от руки египтян. И вывести его из земли сей, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Бог сказал Моисею, я увидел страдания моего народа. Моего народа, обратите внимание. Если Бог говорит мой народ, значит, есть и другие, не его народы. Да, Бог любит всех. Но столь же верно, что Божий народ в центре его замысла на земле. Бог нашел решение. Он сказал, я иду избавить мой народ от рабства в Египте и везти его в землю, где течет молоко и мед. Фараон принял новость без энтузиазма. Насколько проще было бы фараону, если бы он принял новую идею Моисея? Если бы фараон сказал, отлично, можете идти. Скольких бед избежал бы и он сам, и египетская земля. Но он не пошел навстречу Богу, и к тому времени, когда план Бога все же осуществился, Египет был разрушен. Фараон стал банкротом, его репутация была подорвана, а его страна лежала в руинах. Я говорю об этом, потому что идти навстречу Богу не всегда легко. Иногда это угрожает вашему статус-кво, но результат всегда будет прекрасным. Сегодня широко распространилась ложь, что содействие Богу ограничит вашу жизнь. О нет, праведность вас не ограничат, она расширит масштабы вашей жизни, умножит вашу радость, довольство и ценность вашей жизни. Даже ваши отношения улучшатся благодаря содействию Богу. Книги Моисея — это история освобождения. Вторая тема этих книг — откровение. Мы знакомимся с Богом и узнаем его характер. Если бы у вас не было книг Моисея, вы бы очень мало знали о характере Бога. Но давайте откроем книгу «Бытие» первую главу. Первый стих. Большинство из вас его знает. «Вначале сотворил Бог». Не сказано, откуда появился Бог, как Он появился, и почему Он наводит порядок на земле. Мы не знаем этого. Такой информации нет. Написано, что Дух Божий носился над водой. Затем Бог произнес Своё Слово среди хаоса на этой земле. В конце сотворения Бог взял немного праха и пыли и сформировал человека. Он назвал его Адамом. Адам решил управлять Адамским садом. Бог улыбнулся и сказал, «Ну, посмотрим». Давайте, кстати, откроем третью главу исхода. Здесь Бог призывает Моисея. Тот не желает возвращаться в Египет. У Бога есть план для Моисея, но тот отказывается. «Я занят». «Нет, вы говорили так Господу? Поэтому у вас есть пастор. Он и будет духовным за вас, но это, конечно же, шутка». Моисей говорит Богу, «Предположим, я приду к евреям и скажу им, что меня послал Бог их отцов, а они спросят, как его зовут?» «Что мне им сказать?» Бог ответил Моисею, «Я есм сущий». «Так скажи, сынам Израилевым, существующий послал меня к вам». На этом Бог мог бы остановиться, но следующая строка это выражение невероятного сострадания к Моисею. «Так же Бог сказал Моисею, «Так скажи, сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Исаака и Бог Иакова послал меня к вам». Он сказал, «Вернись к этим людям и скажи, что Бог послал тебя их вывести». «Они слишком долго были рабами». «Бог послал меня вас вывести». «Так, они спросят, что за Бог? В Египте их много?» «Скажи им, существующий послал тебя». «Моисей, скажи им, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Что объединяло это разнообразное сообщество людей? У них не было своей земли, они никогда не были страной, у них не было ничего, даже этнической принадлежности. Это был смешанный народ. «Скажи им, что тот же Бог, который хранил Авраама, Исаака и Иакова и ввел их в Египет, теперь пришел освободить их». Вот это да! Бог хранит свой народ и осуществляет свои цели на земле. Это книга Моисея о спасении и освобождении, самом великом освобождении во всем Писании, за исключением искупительного труда Иисуса. Но сейчас я хочу поговорить об откровениях и взгляде на характер Бога, которые мы видим в книгах Моисея. Они очень важны для вашей жизни с Богом сегодня. Без книг Моисея мы бы этого не знали. Если вы их не читали, не посвящали им время и силы, это останется для вас загадкой. Первая тема, к которой я хочу привлечь ваше внимание, это центральная тема книг Моисея. «Бог святой». «Бог святой». Вы подумаете, а я в церкви уже давно, и все это знаю. Я понимаю. Но это уникальное откровение. Бог, которому мы поклоняемся. Бог, сотворивший небо и землю, и все, что в них. Бог, который говорит в первой главе бытия. Бог, который заговорил с Моисеем из тернового куста. Это святой Бог. Я не знаю, что вам известно о других богах, обсуждаемых миром, но, к примеру, боги из римской и греческой мифологии не были святыми. Это были злые духи. Мы живем в многонациональной стране. Нам говорят, что путей к Богу много. И неважно, какой вы выберете, поскольку все они ведут в одном направлении. Писание говорит не так. Бога Авраама, Исаака и Иакова никогда не заменят никакие другие мировые религии. Бог сказал, «Я святой Бог, подобных мне нет. Я уникален». 11 глава Левит. Знаю, вы часто ее читаете. 44 стих. «Я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы». Освящаться — это религиозный термин, который означает «отделить себя». Отделите себя и будьте святы, потому что Я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо Я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. «Итак, будьте святы, потому что Я свят». Бог вывел огромное количество людей, сотни тысяч человек, которые сотни лет жили в Египте, привыкли к египетской культуре, египетскому поклонению, египетскому мышлению и мировоззрению. Бог сказал, «Это Я вывел вас из рабства. Теперь отделите себя для Меня и будьте святы, потому что Я святой Бог». Это откровение. «Если вы будете Моим народом, вы должны быть святы». Он больше не повторял эти слова. «Мы станем народом Божиим не потому, что сидим в церкви, носим галстук или вовремя, приходим в воскресенье. Мы Его народ, потому что отделили себя, чтобы стать святыми». Это не вариант выбора. Перейдем к следующему отрывку. 19 глава исхода. «Если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Бог говорит, «Вы больше не рабы, вы больше не пришельцы в чужой стране, вы не сироты, вы Мой народ. Я сделаю вас не просто народом, но святым народом». Какова самая важная характеристика вашей жизни? Это не государство, где вы родились, не ваша страна, не цвет ваших волос, не ваша национальность, не ваше генеалогическое древо. Это ваша принадлежность к Царству Бога. Мы Божий народ прежде всего. И здесь, на земле, и в вечности. Таков замысел Бога. Одна из самых нелепых идей современной американской жизни, процветающая в Церкви, гласит, что мы должны отделить государство от точки зрения Церкви. Нам не нужно, чтобы Церковь доминировала над государством, или наоборот. Однако государство без ценностей и морали Церкви обречено на разрушение и произвол. Я думаю, что вы с этим согласны. А далее мы перейдем к книге Левитт 10 главе 10 стихом. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и нечистое от нечистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Нужно понять, что святость, неврожденное качество, это то, чему мы учимся и в чем возрастаем. Этому учат книги Моисея. Бог сказал Моисею, священник должен взять кровь жертвы, капнуть на большой палец правой ноги и намочку уха, потом сделать шаг вперед, потом шаг назад, потом круг вокруг себя. Вы подумаете, зачем? В чем смысл всего этого? Смысл есть. Бог говорит, вам нужно быть святым народом. Мы очень многое отсеялись, свели все к одному. Повторите молитву покаяния, у алтаря. Ходите в церковь, тогда не пойдете в ад. Отлично! Цель, что надо, я как раз не хочу идти в ад, но быть Божьим народом это не сидеть где-то там в выходные, читая книги Моисея. Вы начнете понимать, что каждая сфера жизни народа была частью их отношений с Богом. Богу было важно, что они едят. Ешьте это, ешьте то. Богу было важно, как они одеваются, их гигиена, когда моются, как поступают, как ведут себя в семье и какие рамки утверждены в семье, так же, как они ведут дела, когда поклоняются, как поклоняются и где поклоняются, какая мебель стоит в месте поклонения. все описано в мельчайших подробностях. Ведь так, и вы подумаете, ну зачем? Можно было описать вкратце. Так Бог показывал огромному числу людей, как быть святым народом. Это затрагивало все сферы их жизни. Если быть народом Божиим, значит поклоняться только по воскресеньям и повторять молитвы. Бог так бы и сказал. Но главный урок всех этих подробностей в том, что Бог святой Бог. Тем, кто предпочитает Новый Завет, первое послание Петра, первая глава, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Знакомо звучит, да? Звучит, как в книгах Моисея. Будьте святы в чем? Когда идете в церковь? Идя в церковь, одевайтесь приличным. В конце концов, Бог, ты свят? Придя в церковь, говорите с уважением. В конце концов, это церковь. И Бог свят. На экранах в церкви должно появляться только то, что уместно, потому что это церковь, а Бог свят. Придя в церковь, прекратите спор, которому предавались по дороге, потому что это церковь, а Бог свят. Но Петр пишет не так. Он пишет по примеру, призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Будьте святы в своем бизнесе, будьте святы в поведении дома, будьте святы на отдыхе. Не должно быть одного поведения и лексикона для церкви и другого для ваших друзей. Будьте святы во всех поступках в своей жизни. Таково послание книг Моисея. Если вы хотите выйти из рабства и войти в благословение Бога, в землю, где течет молоко и мед, выберите святость. Есть слова, которые помогут вам понять пока не ясную для нас мысль. Если бы у нас не было Бога как примера, и Он не призвал бы нас, святость была бы недоступна человечеству. Библия говорит о святости и чистоте, и о несвятости и нечистоте. Слово «нечистый» в разных переводах звучит по-разному. В одном переводе оно звучит как «вульгарный», в другом «богохульный». Богохульство — это не запас слов из трех букв, неуместных в вежливом разговоре. Быть богохульником значит выбирать нечистое. Это не даст вам быть святым. Откройте евреям 12.14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Иметь святость — это статичный глагол. Это не активный глагол. Святость — это не то, что мы делаем. Это то, что начинается внутри нас и выражается через нас. Вы не сможете обрести святость, соблюдая некие правила поведения. Иисус говорил, «человека делает нечистым не то, что входит в его уста, а то, что из них выходит». Цель книг Моисея не просто научить вас есть правильную пищу. Их цель — научить вас, что для Бога важна даже ваша пища, что для Него открыта вся ваша жизнь. Эти книги становятся еще интереснее, если слегка отойти в сторонку. Если подойти к дереву слишком близко, вы не увидите лес. Мы делаем так в жизни и можем сделать так же в церкви. Бывало, что, проснувшись воскресным утром, вы подумали, «Кажется, сегодня не мой день. Бог призвал меня к покою». Ко мне тоже приходят такие мысли. Бывает. А затем... Вы убеждаете себя собраться, идете принять душ, и вдруг видите, что горячей воды нет. Есть за что прославить Бога. Вы одеваетесь, садитесь в машину, едете в церковь, и на каждом светофоре на вашем пути горит красный. Вы входите в знакомое здание в привычное вам время и направляетесь к своему месту. Все знают, что это ваше место. На служение туда никто не садится. Все знают, что вы тот старый ворчун, который сидит на этом месте. Туда никто не садится. Но придя в то же время, вы видите, что какой-то невежда сидит на вашем месте. Он сидит надменно вам улыбаясь и смотрит на вас. «Почему я не свожу с вас глаз? Потому что вы на моем месте!» К слову, утром я мылся холодной водой, а все светофоры показывали мне красный. Я еле-еле припарковался, а вы тут заняли мое место. Если бы сам Архангел Гавриил приготовил послание, вы бы его не услышали. Если не хранить свое сердце, вы упустите смысл книги Левит. Бог старается помочь народу познать его. Он говорит, «Для меня важна каждая сфера вашей жизни. Я общаюсь с вами не только несколько минут по воскресеньям, мне важна даже ваша еда. Когда вы просили есть, я давал вам манну. Когда хотели мяса, я давал куропаток. Когда хотели воды, я давал воду в пустыне. Для меня важна каждая сфера вашей жизни. Одежда народа не ветшала, и среди них не было больных. Святость не обременяет, не лишает и не ограничивает. Это путь к изобилию. В нас есть желание быть святым народом. Не всегда. Но нам нужно его возгревать. Не избегайте Писания. Уделите ему 10 минут, и увидите, что сделает для вас Бог. Это изменит вашу жизнь. Кто-то сказал мне неделю или две назад, я читаю Библию, но мне не нравится читать по вашему плану. Я читаю Библию, но не говорите мне, что читать, когда читать и как быстро читать. Я сам справлюсь. Я знаю, где бытие и где откровение. Я справлюсь. Я рад за вас, друг мой. Я такой же, и без особого энтузиазма отношусь к рамкам, которые ставят мне люди. Но я ободряю вас. В совместном чтении Библии есть польза. Это дает тему для разговора, когда ваша семья читает одну и ту же главу и обсуждает ее друг с другом. Ваша семья и семьи, которые с вами общаются, вместе путешествуют по страницам Слова Божьего. На это нужно всего 10 минут. Если хотите, читайте со своей скоростью. Я совсем не против. Просто уделите 10 минут в день совместному путешествию по Слову и увидите, как откликнется Бог. Давайте помолимся. Встаньте, пожалуйста. Одно из умений, необходимых каждому из нас, это умение уверенно молиться вслух. И вот один из способов этому научиться. Я приглашаю вас повторить за мной эту простую молитву. Отец Небесный, я радуюсь богатством Твоего Слова. Дай мне голод и жажду по Тебе. Пусть Твоя истина станет для меня более драгоценной, чем вещи этого мира. Направь меня на пути правды и избавь меня от зла. Ты моя надежда и мой искупитель. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа» «Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа» «Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир.